Каждые полгода, через полгода, через полгода. Обещаниям они уже давно не верят. Дольщики квартир в многоэтажке по улице Чехова никак не могут въехать в свое жилье. Часть от дома давно заселена. Оставшиеся три подъезда, а это 150 квартир, фирма-застройщик не сдает уже много лет. В 2002 году мой супруг купил квартиру. Вот в этом году. И нам пообещали по договору, у нас идет сдача дома 2004 год. Инна с мужем купили эту трехкомнатную квартиру еще в 2007. С тех пор в помещении мало что изменилось. Проводка недоделана, трубы провели лишь частично. И то с браком. Прямо посередине дверного проема. Говорю, пожалуйста, переделайте, это же брак настоящий. Нет, вы не видите, все здесь нормально. Недоделанный пол и голая кирпичная кладка. Остальные дольщики тоже жалуются на плохую работу строителей. Сенаты еле движутся вообще на вады. В ходу вновь все ходят. Но люди готовы въехать и в такое жилье, лишь бы провели коммуникации. Требования, просьбы и даже мольбы на руководство компании и застройщика не действуют. Нет денег, так отвечают дольщикам. Сказал, говорит, если вы будете привлекать ко мне средства массовой информации, вы вообще никогда не получите квартиру. Я ходила и говорила, что мы будем перекрывать движения, что, конечно, уже нервы на пределе. Это только вызываются мешки, конечно, такие вот недоверия. Возведением многоэтажки по Чехово занимается фонд жилищного строительства. Мы попытались связаться с его генеральным директором Александром Тихоновым. Вот что из этого получилось. Или он комментарий по этому вопросу не дает. Кто вас туда приглашал, пусть все комментирует. А почему не дает комментарий? Потому что у него нет комментариев. Молодой человек, у меня просьба вам больше нашего директора не беспокоить по таким вопросам. Всего доброго. По закону общаться с журналистами директор не обязан. Но пока обманутые дольщики ждут свои недоделанные квартиры, к их дому начали пристраивать новую секцию. Елена Гришина, Олег Буланов, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив.